А Динамо Ло одолела хозяев нефтяник Оренбург, тоже со счетом 3-2. Борьба в обоих матчах была бескомпромиссной. Боролись до конца. Посмотрим, как будет сегодня. Я вам представлю судей сегодняшнего. Инспектором тура является Чижов Сергей Владимирович, мастер спорта международного класса Всесоюзная Федерация Волейбола. Главный судья Бурилин Александр Константинович, Москва, международная категория. А встречу судят первый судья Овечкин Дмитрий, Москва, всероссийская категория. Второй судья Нестеренко Кирилл Москва, международная категория. Секретарь Удовиченко Елена Валентиновна. Номер 14, белков. Номер 5, Северос Аранжи. Номер 8, Павел Дельюмен. Номер 13, мастер спорта Алексей Наулин. Номер 14, мастер спорта Диман Шульков. Мы попозже вас познакомим с составами команд, которые выходят сейчас на площадку. Команду Белгород в настоящее время тренирует Косарев Александр Борисович, заслуженный мастер спорта. Это Динамо Ленинградскую область Василенко Ярослав, мастер спорта, которые недавно совершенно и тот и другой стали, в общем-то, старшими тренерами. Команда готова к началу игры. Составы ничем не отличаются от вчерашних составов. Вышли в тех же составах играть. Можно еще отметить, что Динамо Лоу – опытная команда. Все игроки практически уже в возрасте достигли. А Белогория играет своей молодежью, кроме Самоленко Алексея. Первые подачи Динамо подает. Береков переигрывает на блоке. Команда сразу включилась в активную работу. На подаче Лукьяненко и Иван, пасующий Динамо. Уверенный планер. Уверенно принимает Белогорий и Тетюхин. Здорово сыграл, но... В Динамо Лоу. Четыре касания. Один-один Самоленко на подаче. Папе исполнения Динамо. Сегодня команды практически как бы не ведут разведку, а сразу включились в игру. Первый эйс. Динамо Лоу. Береков. Вторую передачу сделал потихонечку. И с хорошей доводки Червяков Сергея забивает первым темпом. В предыдущей игре лучшими у Белгорода был Вседенко Егор. Набрал 22 очка. И Тетюхин Павел 20 очков. Ботин атакует через блок ваут. А лучшими у Динамо Лоу были Ботин, Антон. 23 очка. И Береков Денис, 18 очков. Подает Динамо Лоу. Первый просмотр в этой встрече по запросу Динамо Лоу. Продолжение следует. Запрос удовлетворили. Мяч был в ауте. И на подаче у нас Смельников Артем. Уверенная подача и уверенный блок Динамовцев приносят очко. Сиденко Егор попал в блок. Не смог пробиться. И второй раз подает Мельников Артем. Какая-то заминка судействия. Счет 6-2. Динамовцы пошли вперед. Но все нормально. Хорошая подача. Мяч выбитый. Атакует опять Егор. И не смог перекинуть через блок. Ботин. Антон вернул скидку. И первый тайм-аут Белогория. Информации о чем говорят тренера у нас нет. Но я думаю, ведут подсказки какие-то для молодых игроков. Команды вернулись на площадку. Продолжает подавать Мельников Артем. 7-2 пользуя Динамо. Укороченные подачи. Есть прием. Доводка. И Тетюхин забивает по линии. Перерыв пошел на пользу. 3-7. Сам же Тетюхин Павел выходит на подачу. Вчера у него было 3 эся. И сегодня начинает сильные подачи. Мяч выбитый. Перекидывается мяч на сторону Белогория. Атакует Кузнецов. И в простой обстановке Абрамычев сел. Не смог перекинуть с места через сетку. Попал в верхний трос. Обидная ошибка. 8-3. Ботин. На подаче. Вчера он очень тоже здорово подавал. На этот раз ваут. Червяков Сергей. Мастер спорта. Хороший игрок в защите Белогория. Кузнецов. Кузнецов здорово отыграл саутблок. Максима. Мяч просочился между блоком и сеткой. Сам Оленко не успел перенести руки. И сам же Шпилев подает. Хороший прием от Кузнецова. И здорово. И здорово сам же атакует с четвертой зоны. Кузнецов. Кузнецов. С одним блоком. Отыграет мяч. Отыграет мяч. На подаче. Передача в 4. Биряков. Разрез между блоками забивает. Команды прошли круг. Хорошая игра в игре Кузнецова в защите. Кузнецов. Передача. Сиденко. И он забивает с одним блоком по сути дела. Центральный не успевает. Счет становится 8-11. На подачу выходит само Оленко. Алексей. Планер в его исполнении. Хороший планер. Выбитый мяч. За площадку улетает мяч. И Ботин скидывает мимо блока. Сыграли в защите. Судик фиксирует аут. При игре на блоке мяч попал в антенну. Биряков на подаче. И эс. В исполнении Бирякова. 8-13. Пришел усилить подачу. И попадает в сетку. Абрамычев. Подает пасущий. Абрамычев. Все вот. Здесь справляется динамик с приемом. Мяч переходит на площадку. Белогорье. И Тетюхин забивает переходящий мяч. Вторая подача Абрамычева. Высокий. Очень пасущий. 2-0-5. Тактика Белогорье и вчера и сегодня была на том, чтобы подавать сильно силовую подачу. С риском. Но вчера принесла удачу. Посмотрим, как сегодня. Хороший прием от Кузнецова. И скидочка от Тетюхина ложится на площадку. Тетюхин Павел подает. 11-14. Продолжают сильно подавать. Но мяч, к сожалению, улетает. Вау. На подачу выходит Ботин Антон. И приносит очко Динамо. Эйс в исполнении. Очень здорово подавал он вчера и сегодня тоже. Второй перерыв берет команда Белогорье. Перерыв закончился. Команда выходит на площадку. Готовится к приему Белогорье. Ну а Ботин Антон будет подавать. Сильная подача в пятый номер Кузнецова. И не успевает реагировать. Поворачивается Кузнецов. И мяч уходит в пауту. Второй эс. Еще одна сильная подача. Но Тетюхин принимает. Мяч Исиденко и Егор отыкают за двойки. Подача. 12-17. Червяков Сергей. Планер. Хорошая игра Червякова в защите. Мяч вытаскивает. Тетюхин атакует в задней линии. Мяч от блока уходит в аут. Очко отыграли. Исиденко. 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 Червяков Сергей. Вновь на подаче. И хорошая игра Кузнецова опять в защите. И вновь Тетюхин с задней линии атакует. Мяч будет переброшен. Исиденко. Здорово сыграл Тетюхин в защите. Вытащил мяч. А уже от Ботина вытащить повторно никто не смог. В атаке гол Ботин с задней линии на второй зоне. Но красиво было сыграно Тетюхином. Самоотверженная игра в защите. А здесь уже Ботин отличился. 18-13. Кузнецов не справляется. По мнению судей бьют в аут. И Косарев Александр берет второй запрос. Здесь может быть больше для того чтобы немножко что-то объяснить. Сейчас объясняет. Мы видим как Кузнецову. Как правильно исполнять. На что он должен обратить внимание. Пока идет просмотр. Судьи определились. И мяч отдают Динамовца. Истратил все свои просмотры. Косарев Александр. И перерывы и просмотры. 19-13. Хорошая подача. И Сиденко Егор тоже попадает в аут. АПЛОДИСМЕНТЫ Остались замены. Выходит новый пасующий. АПЛОДИСМЕНТЫ Казбанов Егор. 97-го года. Два метра рост. И вместо Сиденко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вышел Сафонов Александр. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 14-20. Сафонов подает. Хорошая подача. Но Динамов целого вытаскивает мяч. И второй раз здорово играет в защите. От Тетюхина поднимает мяч. Перебрасывает на сторону Белогория. Которые не довели мяч до пасующего. И блоком Динамо Ло выигрывает. Очередную очко Амбросимов. 21-14. Сам Амбросимов идет на подачу. Подает силовую в этот раз. Хорошая доводка. И первым томом Самоленко Александр отыгрывает мяч. В защиту у Белогория выходит второй Либера. Бурлаков Денис. 2005 года рождения. А Кузнецов. Иван здорово подает эйс. Много сегодня первой партии эйсов. И с одной стороны. И с другой стороны. 16-21. Не стесняются бить. Игроки Белогория по мячу здорово. Оберюков аккуратно поверх блок. Между блоком и центральным. Аккуратно кистью забивает шестую зону. 22-16. В атаке Сафонов был. Александр. Кузнецов. Но пробить блок не смог. Уверенна первой партией играет Динамовцы. Риноградской области. Во всех компонентах. В отличие от Белогория. Еще становится 24-16 после скидки Бирюкова. На подаче Лукьяненко Иванова. Санжел играет в защите после блока. Отскочивший мяч. А Бирюков потихонечку скатывает мяч. Который заставляет игроков Белогория опуститься в сетку на блоке. 25-16 первая партия закончилась с таким счетом в пользу Динамо Лоу. Команда переходит на другие площадки. Пока игроки Белогория не включились в игру приблизительно так же как и вчера. В этом году я могу сохранить на своем здоровье и здоровье для дисков. В этом году я могу сохранить на своем здоровье и здоровье для дисков. Я поднялся в области сосредоточения и титуальной защиты. Масками и перчатками. Важно сохранять статус других посетителей. Не менее полагает на мер. Не касайтесь к лицу и с лицами. Мойте пути до и после досечения общественного места не менее 15 секунд. При объявлении для других видов о том, что я имею в виду нас, а также для улучшения обительного настроения, пожалуйста, приобретите свое предупреждение в общественном месте. Уважаемые председатели, вы не должны быть рекомендацией. Наша жизнь на мистерее войдет в величины. Спасибо за внимание и будьте здоровы. Позвучал свисток. Судьи приглашают игроков на площадку. Изменений в команде «Динамо Лоу» нет. Начинают тем же составом и либеры Кириченко Дмитрий. И Белогорье сменило пасующего. На площадке остался Казбанов, Игорь, Местер, Абрамыч и все остальные игроки на месте. 0-0. Подача от Самоленко. Хорошо вытаскивает мячи. Их скидка Мельникова Артема. Приносит очко «Динамо» Сосновый Бор. 1-0. Лукьяненко на подачу Иван. Хороший планер в его исполнении. Скидку от Белогоря подымают. Ботин отыгрывается от блока. И здесь Борюков показывает свое мастерство. И в 1-1 закрывает Сиденко Егора. Хорошо подкараулил. Хороший планер мяч выбитый. Тетюхин атакует смело. С неудобного мяча в середине площадки. При двойном блоке. И забивает. 1-2. Казбанов Егор подает. Белогорье. Неплохая подача. Но прием тоже отличный. И Шпилев в задней линии. Пайп забивает. Пайп. Очень хорошо разводит. Фасует. Лентьев. Лукьяненко. Иван. Динамо. Команда этим пользуется. Тройной блок. И мяч от блока опускается в четвертую зону под сетку. Не смогли Динамо в цело достать этот мяч. Тяжело было. Вертикально падал вниз. И Тетюхин подает. 2-3. Подает ваут. В сторону. 4-2. Динамо Ло. Ведет. В этой партии. И на подаче. Мельников. Артем. Мяч прилетает на сторону Динамовцев. И Ботин заколачивает этот мяч. Быстрый розыгрыш. Блок не успевает сомкнуться. 5-2. Мельников приносит еще одно очко. выполняя эс в разрез между игроками между пятой и шестой зоной следующая подача немного сорвалась и улетела в аут на подаче червяков неудачный прием бирюкова что бывает редко получился эс 4-6 вторая подача червякова мяч принимается сверху достают белогорца перебрасывает на сторону динамо отботина играет в защите белогорцы поверх блока аккуратно пробивают здорово разыгрывают все игроки в защите страхуют бьют и на скидке кузнецову мяч входит в аут динамо в целом выиграют этот матч но с этим согласен косарев александр берет видео просмотра касание сетки на блоке будет просматриваться игроками динамо но если покажут этот розыгрыш очень было бы интересно конечно посмотреть здорово играли в защите и на подстраховке и в защите игроки и одной и другой команды при хорошем нападении при хорошем нападении вот определились судьи запрос не удовлетворен касание сетки не было шпилев долго сыграл в защите поднял мяч белогоры не смогли вытащить 84 ботин подает опять уже четыре очка набрали динамо цело ушли немного вперед хорошая подача и очередной эйс от ботина 9-4 рискует антон мяч не прилетает через сетку на подаче сиденко и гор не так сильно летит у него подача пока и очередная ошибка в защите мяч перебрасывались и сиденко выкинул его в сторону за площадку 10-5 еще одна ошибка от динамо цело на подаче после ботина ошибся шпилев подача кузнецов сегодня у него идет подача кузнецов данилы посмотрим здорово подают но принимает выбитый прием и берегов денис решил пробить блок тройной но не получилось редко он идет на пролом 710 на подачу уходит амбросимов александр мастер спорта 83 года рождения 207 опытный очень игрок есть прием в белогоре атака тетюхину подымают а а буддин забивает до пола со второго номера вторая подача амбросимова 12-7 сегодня почаще попадать динамо цело сетку усилили подачу по сравнению со вчерашним 812 хороший прием передача ботина и в линии забивает с одним блоком не стесняясь никого от души лукьяненко иван на подачу выходит сложный у него планер но справляется белогорцы хорошая атака червякова сергея между рук мельников мяч просачивается и падает на площадку козбанов егор выходит на подачу 9-13 пока не могут белогоре догнать динамо подача в сетку на подачу выходит берегов который может подать и сильный и тихо обладает разнообразной подачи сетка смягчает но хорошо играет в защите динамовцы и следующий просмотр берет козы риф александр касание сетки игроком при нападении очень быстро сыграли зону лукьяненко и мельников сетка затряслась но от чего она затряслась мы не знаем то ли мячом попали то ли зацепил артём эту сетку нет чисто сыграл мельников артём здорово они сыграли вот мы видим да это мяч коснулся сетки касание артём его 15-9 берегов подает еще раз опять подает сильно опять касается сетку сбрасывает сиденко а шпилев забивает свободная игра динамовцы ло раскрепощена еще становится 16-9 быстро передачу 4 и сиденко егор забивать площадку сетюхин поел на подаче 10-16 хорошо подает но и берегов принимает здорово а ботин антон продолжает забивать двойки вчера нефтяник не смог его сильно закрыть ботин антон закрывает сиденко а ботину не смогли закрыть опять с настроением играет ботин антон вкладывается в мяч от души и блок не успевает его закрывать счет а 10-18 первый перерыв взяла команда белогория что-то нужно уносить какие-то изменения в игру если вчера во второй партии белогория начали играть то сегодня пока не видно и игры молодых игроков и и из от мельникова артема динамо лоб продолжает идти дальше но здесь еще один молодой игрок вышел на площадку одиннадцатый номер заболотников георгий динамо белогорье вместо самоленко алексея теперь совершенно молодежный состав практически хорошая атака самоленко а бросил александр в зону 20-11 ботин антон подает вкладывается в мяч передача в четверку и хорошее атака а это уже на площадке еще одна произошла замена это уже или иных дмитрий отыграл мяч вместо кузнецова вышел он на площадку дмитрий и или иных сыграл в защите здорово шпилев на подаче 21 12 и молодой игрок заболотников георгий приносит очко хорошее хорошее данное 2002 года 2 2 13 центрального блокирующего белогоре иных подает дмитрий берегов принимает здорово принимает я бросил забивает мяч очень хорошую передачу исполнил Лукьяенко Иван одной рукой дотянулся мяч а бросил достаточно было смахнуть уже Тетюхин атакует с передней зоны ну а сейчас Мельников Артем закрыл наглухо молодого игрока Заболотникова Георгия и принес очко команде Динамо 23 13 Выбитый прием мяч будет переброшен на сторону Динамо и даже этого не случилось мяч опускается на площадку Белогоре 24 13 Забросим с хорошим настроением выходит на подачу Хороший прием от Велогоре и Тетюхин Павел отыграет в четвертом номере отыгрываясь от блока ваут 14 24 Попадает Гелогоре Попадает Гелогоре Мяч попадает улетая ваут попадает Путина Антона Детская игра вышибала не смог он увернуться от сильного удара молодого игрока Заболотникова и вторая подача его исполнения справляется с приемом и Перекров четверки заканчивает эту партию 25 15 в пользу Динамо Лоу 5 15 saat Лоу 7 15 5 3 6 6 7 8 6 7 11 8 9 10 automat сегодня не идет игра в белогория справляются немножко не могут оказаться достойного сопротивления игрокам динамо лоу во всяком случае по двум партиям много очень ошибок своих нападение на подачи приеме что позволяет динамо вслух выигрыш таким можно сказать разгромным счетом 16 25 15 25 следующая партия начинается при счете 0-0 и много раз мы видели что может все измениться и Продолжение следует... Продолжение следует... На площадке по-прежнему молодежный состав Единственный, кто остался из опытных игроков в Белогории Это Червяков Сергей 1989 года рождения Который будет поддерживать эту молодежь И вернулся на площадку Абрамовича Сел от пасующей 2000 года рождения 2.05 А вот Динамо-Автифлопу дает Лукьяненко Иван Планер Справляется Кузнецов с приемом И высоко забивает Заболотников По блоку Но Динамо-Автифлопу справляется Достаёт мяч практически От счетов рекламных И после этого забивает мяч 1.0 Вторая подача У Лукьяненко Есть прием И в данном случае уже Заболотников Просто Спередом влево Забивает До пола На хорошей высоте Играет мяч 1.1 Принимает Динамо-Вцело Также с переводом Мельников Посылает мяч В первую зону Первым темпом На подачу Выходит Биряков Денис Скатывает мяч И Кузнецов Не справляется Вот такая хорошая Разнообразная подача У Бирякова Дениса Может и сильно Ударить И скатить И точно по линии Направить мяч Второй раз Подает Курченко Но в данном случае Уже приняли Хорошая игра в защите Перебрасывает Динамо-Вцело В передачу И Абрамович И все Сбрасывает мяч Но за неспортивное поведение Немножко получает Желтую карточку Абрамович Все От судьи Но все-таки Выходит на подачу После этого И посмотрим Как он теперь подаст 3-2 Вернее 2-3 Пока ведет Динамо-Пелагория Подает Динамо-Ло Мельников Артем И хорошая атака Червякова Сергея Первым темпом Пока не отпускает Белагория Динамо далеко Тетюхин на подаче Выбитый прием Атакует Накатом В Пелев Опять подымает Динамо в целом Защите И Ботин Скатывает мяч Есть прием Передача в 4 И здесь Хороший блок Кузнецов Не справляется С мячом Который ему дали Атаковал Левой рукой Наверное Не понравилась ему Передача Ботин Подает Сильно Подает Но прием Есть Точный И Кузнецов Забивает мяч На площадку Выходит Заволотников Георгий На передней линии Место Либера С хорошего приема Обеспечили Лукьяненко Ивана Обеспечили Хороший прием Он здорово Вывел Оббросил На зоне Не подал Шпилев Максим На подачу Вышел Сиденко Егор Здорово Подает Выбитый мяч Тройной блок Тройной блок Не смогли Диноваться Перекинуть Мяч Вторая подача Сиденко Егора Который 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 Сравнял Счет 6 6 Не прошла Подачу Сетка Помешала Динамо И на подачу Выходит Амбросимов Александр Динамо Защитники Хорошо Динамо Ло Доводит мяч И украинка Ивану Очень приятно Играть Первым темпом С таких Доводок Еще одну очку Приносит Заболотников Георгию Первым темпом На подачу Кузнецов Иван Белогорье Он хорошо Подавал Но в данном Случае Чуть-чуть Мяч Улетел Вау А на подачу На подачу Выходит Лукьяник Иван Со своим Неприятным Планером Для команды Белгород Наигранным Наигранным Комбинация С Тетюхиным Но не может Он пока Забить Третья попытка Мяч Мяч Отдают Сидент И он Тоже Не забивает Хороший Очень розыгрыш И по блоку Дурюков По пальчикам Попадает И мяч Уходит Очень здорово Разыграли Игроки Все Но удача была На стороне Динамо Лок Еще одна Подача Ланер Линию Очень неудобный Подняли Белогорцы Мяч Динамо Тоже Вытаскивает Мяч Передача В 4 И еще раз Бирюков Денис Приносит Очко Динамо Неразбериха Небольшая В защите У белогорцев Молодые игроки Не сморсовали Свои действия Мяч Просто падает На площадку Хотя В защите Они его Подняли При счете 7-11 Первый перерыв Берет Козырев Александр Есть небольшая Растена В действиях Белогорцев Четкости Не хватает Исполнение Подача Продолжает Подавать Лукьян Киван Здесь прием Хороший В данном случае Мельников Закрыл Перевод Первую зону И динамо Продолжает Идти вперед Уходит В отрыв Ошибка При приеме Сверху Мяч Пролетает Через руки У Кузнецова Матарыгин Не смог Его достать И все это На подаче Лукьян К Ивана Планер Выбитый прием Высокой передачи Чехин Накатом Играет Подымает Динамо В цело Быстрая передача В четыре Бирюкова И он Аккуратненько Укладывает Мяч В переднюю Линию Второй Перевод Косарев Александр При счете 7-14 Продолжает Подавать Лукьяненко Перебрасывает Белогорца На сторону Динамо Ло Передача В четыре Перекол И он Забивает Мяч Площадку Расстроенные Белогорцы Ничего у них Не получается Динамовцы Сделали себе Отрыв Восемь очков Опять Выбитый прием И теперь Сиденко Игор Попадает В трос Задняя Линия Продолжает Увеличится Счет В пользу Динамо Отыгрывает Тетюхин Павел Четверки Аккуратно По блоку Скидочкой Через Ботина Восемь Шестнадцать Подача Белогория Заступ При подаче Заболотникова Георгия И подача Переходит Динамо В село Бирюков Выходит На подачу Решил Сильный Подавать Сетка Немножко Притормозила Мяч Тетюхин Отыгрывается От блоку Мяч От блоку Летает За пределы Площадки 9-17 Абрамовича Вышел На подачу Белогория Хорошая У него Подача Но справляется Динамо В целу И Пайп В исполнении Бирюкова 18-9 Мельников Артем Подает Мяч Прилетает На сторону Динамовцев И первым Темпом Абрамович Вколачивает Мяч В передней линии По сути дела Довольные Игроки Динамо Свободно Играют Легко Все Все Получается Мяч Перелетает Опять На площадку Через сетку Динамо И Забивает Шпилев Не дают Поднять Главу Динамо Цело Белгородцам Хороший блок Тройной блок Не могут Преодолеть Нападающие Белогоре Счет Скажем так Катастрофический Стал уже 21 Продолжают Все-таки Бороться Белогорцы И Червяков Сергей Отыгрывает Мяч Первым темпом Чичухин Павел На подаче 10-21 Аккуратная Подача В Ботина Ему же Передача И Ботин Посылает Мяч В антенну С чем Не согласен Василенко Ярослав И берет Запрос Касание Блок Касание Скорее всего Антенна Ну Судя Сейчас Разберутся У кого Было Касание То ли Мяч Каснулся Антенны От Ботина То ли От Блока Было Было Еще Что Было Быстро Просмотрели И И сейчас И сейчас Все Скажет Да Мяч Коснулся После Скидки Ботина Антенны А потом Пришел Поднимает Поднимает Мяч А после Нападения Ботина И Сиденко Бьет Тоже Поднимает Динамо Цело Доводит До Связующего И Первым Темпом Забивает Аббросимов Этот мяч Очень Хорошо Играют Защитники Динамо Ло Все Мячи Летят На голову Пасующему Ботин Подал Ваут Рискует Счет Позволяет Постоянно Привычная Замена Вместо Червякова Сергея На площадку Выходит На подачу Леонсу Дмитрию На силовую Подачу Но Не подает Ее Остается На площадке Помогать Приеме 23-12 Есть доводка Первый темп Подымает Динамо Цело И закрывают Ботина Наверное Первый раз Блок Поставили Ботину Антону Сиденко Подает 13-23 Хорошая подача Эйс Настроение не очень Конечно Белогория Но продолжают Бороться Правильно Делают Зрители Поддержат Белогория Просят Еще одну Подачу Такую Подать Не получается 14-24 На подачу Амбросимов Не подает Кузнецов Тоже не подает Еще становится 25-15 Вот Болящая Сетка Которая Заканчивает Эту Встречу Еще 25-15 В пользу Динамо И общий Счет 3-0 В пользу Динамо Ло Сосновый Бор На этом Мы заканчиваем Первый Репортаж Сегодня С первого Туры С вами был Алексей Руднев Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...